Эти певицы всегда на виду, но мало кто знает, как выглядят их мамы. Давайте узнаем, кто они и чем занимаются. Похожи ли внешне дочери на своих матерей. Татьяна Буланова Между Татьяной и ее мамой Ниной есть несомненное сходство. От мамы девочке достались правильные черты, нежный овал лица, высокий лоб. Нина Павловна Буланова работала фотографом в Ленинграде, но после рождения дочки стала домохозяйкой. Она привела Тане любовь к музыке, потому что сама любила петь и играть на гитаре. Пелагея Пелагея просто копия своей мамы Светланы, которая подарила дочке не только яркую внешность, но и волшебный голос. Светлана Ханова была известной джазовой певицей. Потеряв голос после болезни, она работала театральной актрисой в Новосибирске. Позже стала режиссером и преподавателем актерского мастерства. Сейчас Светлана Ханова является продюсером своей дочери и всей группы Пелагея. Мама артистки своими руками шьет дочери сценические костюмы, включая головные уборы. Полина Гагарина Полина с мамой Екатериной Мукачевой очень похожи чертами лица и телосложением. У них огромные глаза, аккуратные носики, красивые губы, брови с красивым изгибом. Мама и дочь имеют стройные фигуры. Но так было не всегда. В детстве Полина была пухленькой, поэтому мама отдала ее не в хореографическое училище, а в музыкальную школу. Сама Екатерина Мукачева работала танцовщицей в московском хореографическом коллективе «Березка», а также была генеральным директором модельного агентства «Фэшн ин Экшн». Сегодня Екатерина Мукачева – успешный хореограф. Мама следит, чтобы дочь правильно питалась. Она помогла Полине, поправившейся после рождения первенца, похудеть на 40 килограммов. Алсу От мамы Разии Исхаковны и Сафиной певице Алсу досталась ослепительная улыбка, красивый овал лица и роскошные густые волосы. И мама, и дочка могут похвастаться стройными фигурами. Разия Сафина работала архитектором. После замужества она посвятила себя семье, воспитав четырех детей. Валерия Валерия не только получила от мамы Галины Николаевны перфиловой хрупкое телосложение, но и красивую внешность. Мама с дочкой очень похожи. Валерия обладает такой же сияющей улыбкой, удивительными нежными глазами, красивым носиком. Также Валерия унаследовала от Галины Николаевны, учившей детей игре на фортепиано в музыкальной школе Откарска, любовь к музыке. Кристина Арбакайте На первый взгляд Кристина не похожа на свою маму, но присмотревшись, можно заметить, что у них одинаковые улыбки. К тому же от легендарной Аллы Борисовны Пугачевой, народной артистки Советского Союза, дочка получила актерский талант и красивый голос. Мама во всем была для дочки примером, хотя и не могла всегда быть рядом из-за частых гастролей. Поэтому балетную и музыкальные школы Кристина посещала под присмотром бабушки. Юлия Ковальчук Юлия почти копия своей мамы, Светланы Васильевны Ковальчук. У них похожие скулы, форма бровей, высокие лбы и тонкие губы. Вот только глаза у дочки не карие, а небесно-голубые, и подбородок более острый, чем у мамы. Поэтому Юлия выглядит еще более обаятельной и нежной. Светлана Васильевна была преподавателем и работала в городе Волжском в политехническом техникуме. Несмотря на любовь к точным наукам, она не препятствовала развитию творческих талантов дочки, а во всем ее поддерживала. Наташа Королева Наташа получила от матери Людмилы Ивановны Порывай яркую внешность, ослепительную улыбку и небесно-голубые глаза. Похоже, дочка на маму неуемным трудолюбием и оптимизмом. Людмила Ивановна всегда трудилась на нескольких должностях. В молодости она работала в Киеве хормейстером, дирижером хора «Светоч», телеведущей. Затем она стала доцентом в Институте культуры, получила звание заслуженной артистки Украины. Анна Семенович От мамы Татьяны Дмитриевны Анне досталась в наследство роскошная фигура. У нее такие же длинные ноги, тонкая талия и пышный бюст. Певица часто показывает фото с мамой, если ее упрекают в том, что она увеличивала себе грудь. Также мама и дочка похожи овалом лица, разрезом глаз, формой лба. Татьяна Дмитриевна большую часть жизни проработала экономистом в Свердловске, но в юности она занималась гимнастикой. Поэтому дочь она также отдала в спорт, записав на фигурное катание. В результате Анна добилась значительных успехов на этом поприще. После полученной травмы Анне пришлось сменить род деятельности. Ее талант в полной мере раскрылся на сцене. Лариса Долина В детстве маленькая Лариса была копией своей мамы Галины Израилевны Кудельман в девичестве Долиной. У нее было овальное миловидное лицо, брови в разлет, аккуратный носик, красивый лоб, большие глаза. Позже черты лица девочки стали более строгими и выразительными, и ее сходство с мамой стало не таким очевидным. Когда семья переехала из Баку в Одессу, Ларису записали в музыкальную школу на класс виолончели. Галина Израилевна работала машинисткой, но она всячески поддерживала дочь и развивала ее талант, разрешая юной Ларисе самой принимать судьбоносные решения. Девочка занималась вокалом, изучала иностранные языки. В 12 лет у нее состоялся первый концерт. От мамы Ларисе досталось чувство юмора, целеустремленность, умение справляться с трудностями. Как вы считаете, кто больше всего из дочерей похож на свою маму? Пишите в комментариях и не забудьте поставить лайк!